быть трезвым значит иметь возможность принимать взвешенные решения ведь в состоянии измененного сознания выстраивать стратегические планы анализировать свои действия невозможно также оставаясь трезвым вы наносите долгосрочный вклад собственное здоровье на долгие годы вашей дальнейшей благополучной жизни запомните многие недуги такие как плохое самочувствие и упадок сил это результат воздействия на организм различных ядов в частности алкоголя и табака ни одно отравление не проходит бесследно с каждым выпитым бокалом ситуация усугубляется и только в силу молодости организма нанесенный вред не проявляется сразу или проявляется не в явной форме каждый из вас слышал что-то похожее ранее но если вы по-прежнему употребляете алкоголь значит полного осознания этих слов у вас не произошло либо осознавая все риски вы продолжаете выпивать несмотря на угрозу здоровью один из основных факторов употребления спиртных напитков низкая стрессоустойчивость на работе проблемы в семье какие-то трения вам хочется снять стресс и вместо того чтобы решать возникшие проблемы пытаетесь подавить свои переживания путем приема внутрь веществ изменяющих сознание как бы мы не называли спирто содержащие жидкости суть не изменится алкоголь это такой же наркотик как героин только реакция организма и степень привыкаемости разные тут надо понимать что стресс это неотъемлемая часть жизни так было всегда только в прежние времена человека могли запросто убить в любую минуту а в древние времена опасность исходила еще и от диких зверей выживать во враждебном мире было намного сложнее чем сейчас с развитием цивилизации мы утратили способность выживать а значит и справляться со стрессом сейчас небольшая неприятность вгоняет в депрессию огромное количество женщин и мужчин люди стали слабыми как физически так и морально мало кто смог бы сейчас долго прожить в лесу даже имея необходимый минимум для выживания обычный городской шум это тоже стресс для живого организма напряженная работа конфликтные ситуации и так далее стресс постоянный но вопрос в том кто и как с ним справляется например человек занимающийся единоборствами карате дзюдо самбо или любым другим привык справляться с более ощутимыми стрессовыми ситуациями вывести из равновесия такого человека гораздо сложнее чем обычного это и есть стрессоустойчивость причем часто приобретенная нежели врожденная заливать стресс алкоголем это неправильное решение нет никаких причин чтобы отравлять свой организм фразы типа врачи рекомендуют это не что иное как оправдание вредного воздействия а если посмотреть глубже скрытая реклама фильм бриллиантовая рука думаю помнят все положительный образ плюс крылатая фраза плюс упоминание продукта классика пиар-технологий теперь мы подошли главному и я как всегда хочу поделиться своим опытом как решить проблему с алкоголем или по крайней мере посеять зерно в собственном сознании которое непременно будет прорастать и со временем обязательно даст положительный результат когда вас в очередной раз пригласят на день рождения свадьбу или корпоратив где планируется распитие спиртного обязательно соглашайтесь но решительно откажитесь в этот день от алкоголя думаю на это у вас хватит силы воли не пейте ничего даже пиво или шампанского сошлитесь на плохое самочувствие или важные дела чтобы вас не донимали просьбами выпить хотя бы рюмк если вы сделаете это в категоричной но вежливой форме вас оставят в покое а позже вообще перестанут обращать на вас внимание а именно это вам и нужно выберите себе такое место за столом чтобы угол обзора был максимально широким и не приходилось крутить головой вам нужно будет видеть всех участников застолья не говорите никому о причинах выбора своего местоположения если вам такого не досталось можно занять чужое когда кто-то выйдет покурить если это будет конечно уместно примерно через час после начала мероприятия вы попадете в цирк уродов и артистами этого цирка будут ваши друзья коллеги или родственники для большего эффекта можете представить себя в этом балагане в качестве участника подумать с кем бы вы говорили и что делали будучи наблюдателем они участником пьянки сделать это будет несложно так поедая салатики и запивая их апельсиновым соком вы сможете наблюдать процесс трансформации личности путем воздействия на нее алкоголя от начала и до конца увидите насколько глупо и мерзко выглядят знакомые вам люди под воздействием спирта и его производных когда представление в этом театре абсурда будет подходить к концу выберите самых пьяных и предложите их проводить или подвести до дома сделайте доброе дело для своих близких за руль вы сможете сесть не боясь быть остановленным так как сами не пили да и такси прокатиться можно за компанией развезите выбранных вами людей по домам и вы сможете посмотреть на них еще какое-то время трезвый взгляд на проведение пьяных людей тем более когда вы акцентируете на этом свое внимание будет очень эффективным анализ увиденного проведенный потом дома навсегда оставит след в вашем сознании даже если вы сразу не решитесь отказаться от алкоголя эта мысль будет точить ваше сознание изо дня в день изо дня в каждый раз когда вы будете видеть алкоголь ничего кроме омерзения он у вас вызывать не будет здравомыслящий человек это человек трезвый иначе быть не может синека говорил опьянение есть добровольное безумие нельзя не согласиться с данным высказыванием будь опасен все мы знаем что россия не самая безопасная страна на планете есть и похуже конечно но все-таки по уровню насилия мы опережаем европейские страны тот кто работает в правоохранительных органах или скорой помощи знает что такое суровая российская действительность лучше остальных уровень преступности очень высокий убийство ограбление изнасилования драки с поножовщиной стрельба это все жестокая реальность наших дней есть и другие опасности их немало но сейчас речь не о них мы говорим об опасности исходящей от других членов общества почему-то приписывающих себя к виду homo sapiens человеку разумному человек нападающий на другого человека с целью похитить что-то или просто причинить страдания не есть человек это хищник попробуйте объяснить тигру в зоопарке что вас нельзя кушать потому что у вас есть семья дети и вас ждут завтра на работе абсурд не так ли вот именно с хищником говорить не о чем есть два варианта убегать или побеждать третьего не дано это краткие формулировки под которыми можно иметь в виду разные варианты действий например попросить помощи у прохожих но это все равно будет значить убегать с помощью полиции или тех кто обратит внимание на ваши просьбы можно и побеждать но надеяться на это не стоит во-первых до того как это произошло нужно подумать как этого избежать во вторых быть готовым встретить опасность и дать отпор правило ведения войны заключается в том чтобы не полагаться на то что противник не придет а полагаться на то с чем я могу его встретить не полагаться на то что он не нападет а полагаться на то что я сделаю нападение на себя невозможным для него сунь зы искусство войны как минимум положи перцовый баллончик карман многие из тех кто тестирует средства самообороны рекомендуют шпагу несмотря на ироничное созвучие это вполне здравые советы также немаловажно быть в хорошей спортивной форме и уметь сохранять спокойствие в опасных ситуациях этому лучше всего научиться в секциях по одному из видов единоборств если вы будете учиться драться вы непременно будете пропускать удары на тренировках равно как и учиться наносить удары обидчику и тем самым тренировать свое тело и дух если когда-нибудь опасная ситуация возникнет вы будете готовы как морально так и физически даже умение правильно падать может спасти вам жизнь не говоря о том что хорошо поставленный удар и хорошая реакция минимизирует риски получить серьезные травмы вы сами по себе должны представлять опасность для нападающего когда вы это почувствуете то уверяю вас это будет легко считываться по вашей походке и выражению лица хищники не нападают если видят что потенциальный противник сильнее или может нанести непоправимый урон по крайней мере в большинстве случаев даже маленькая по сравнению с собакой крыса может атаковать так что собака будет спасаться бегством так и люди те кто смотрели видео на этом канале с чего начать саморазвитие то должны помнить о расстановке приоритетов первое это безопасность второе практическая польза и только потом сторонние интересы в контексте выбранной тематики данного ролика безопасности практическая польза тождественны да и какие сторонние интересы если вы не дай бог не дошли до дома именно поэтому безопасность всегда должна быть на первом месте есть хорошая поговорка не будь овцой и волки за тобой не придут думаю дальнейшие комментарии излишни на сегодня все спасибо что досмотрели ролик до конца кто впервые подписывайтесь ставьте лайки жмите колокольчик чтобы не пропустить следующие видео пишите комментарии и читайте комментарии там иногда умные люди пишут умные вещи всем добра до новых волнительных встреч и и и Продолжение следует...